всем огромный привет с вами снова в или просто это сегодня на моем канале я отвечу на часто задаваемые вопросы такие как кем же я работаю как я зарабатываю деньги и я отвечу на ваши вопросы как стать возможно фрилансером с чего начать просто порассуждаем с вами подискутируем на эту тему я уверена что вам будет интересно не забывайте подписываться на мой канал ставить палец вверх и нажимать на колокольчик а мы поехали я думаю что прежде всего я расскажу вам немножко своей истории как я начинала самом деле у фрилансеров как таковых которые называются фрилансерами есть два пути развития либо это вынужденный путь когда ты понимаешь что ты хочешь зарабатывать себе нужно зарабатывать деньги но идти в работу в найм ты не хочешь не хочешь работать на кого-то или же второй вариант и в этом случае мой вариант это когда ты реально любишь какое-то занятие какое-то дело занимаешься им долгий-долгий срок и потом она начинаете приносить еще и деньги давайте рассмотрим мой вариант на самом деле прежде чем говорить вообще о заработке угол фрилансе у моей работе я бы хотела выразить огромную благодарность своим родителям за то что они конечно же повлияли на меня в моем мировоззрении в моих каких-то суждениях мыслях и в то время когда мне было лет 10 11 12 13 14 да мне не нужно было идти на работу чтобы заработать какие-то деньги не скажу что я там шоковала да что мне все позволяли нет все было в меру все мои первые потребности не были закрыты еда жилье и какие-то мелкие расходы на одежду и на какие-то развлечения те моменты когда мне не нужно было думать о заработке я могла подумать о том чем я хочу заниматься я очень много себя в каких сферах пробовала самого детства я наверное какие многие дети я ходила по всевозможным кружкам это были и танцы руссконародные и современные брейк-данс и хор и я закончил художную школу с красным дипломом я ходил на театральных я посещала все что угодно и даже на те моменты мне казалось что я очень сильно распыляюсь на самом деле для этого возраста это нормально если вам сейчас 13 14 16 даже 17 18 лет и вы до сих пор распыляетесь то не волнуйтесь потому что вы ищете себя и когда вы найдете именно то что будет вас зажигать изнутри вы это почувствуете сразу если не брать съемку видео да то мне всегда нравилось находиться на сцене мне всегда нравилось быть лидером всегда нравилось организовывать какие-то интересные мероприятия вести их мне нравилось быть на виду то есть самого детства я если там перерыть какие-то старые видео материалы мои то видно что я пела в караоке всегда хотела привлечь к себе внимание в садике я была везде там главный снежиночка или главный не знаю зайчиком так что это все шло самого детства оно шло 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 накапливалась и честно я не помню того самого момента когда мне прям вот пришло в голову снимать видео для ютюба это было ну спонтанно я просто любил даже снимать жизнь нашу 1 наших одноклассников просто снимать видео чтобы потом просматривать я даже тогда их монтировал в каких-то там на каких-то телефонах или программе аймов то есть я делала все в кайф это было не для заработка и как я вам уже говорила мое первое видео типа серьезное я просто однажды подошла к вами гримом вот сценарий вот камера камера была вообще-то 5 мегапиксельная игру мама все мы снимаем и вот тогда и началась моя карьера но это отдельно да должно быть наверное видео или я уже снимала я уже не помню у меня уже в голове и так потихоньку помаленьку я начала снимать видео для youtube потом я начала выкладывать фото в инстаграм параллельно с этим я всегда светилась в разных местах светилась да я была ведущей в школьных каких-то мероприятиях я принимал участие в кв нах олимпиадах но все это мне не приносило никаких денег на тот момент я как бы особо и не нуждалась совсем забыла рассказать вообще первый мой заработок такой частично был с танцев я ходила в театр моды и танцы мульонского и орловы где я барабанила еще также не то что модельные показы но я там работала награждала людей на каких-то мероприятиях и событиях я могла танцевать на каких-то праздниках и за это получала там маленькую но довольно приятную сумму там 500 рублей могло и 1300 то есть так помаленьку потихоньку получала маленькую денежку это было уже приятно и свои первые деньги я получила с инстаграма с рекламы там она я честно уже вообще вот я сколько я не пыталась помнить я не помню сколько мне заплатили первый раз но первый заработок именно фриланса был с инстаграма потом долгое время у меня не было заработка на ютюбе и друзья если вы хотите начать зарабатывать на ютюбе хочу сразу сказать это не так уж и просто это не такие большие деньги как вам кажется и вот такими вот маленькими маленькими шажочками не целенаправленно идя к фрилансу у меня получилось так что моя деятельность стала приносить мне доход я поняла что если я вижу от этого доход значит нужно туда вкладываться как таковых мысли как у многих возникает куда бы мне пойти поработать у меня не было хотя был один интересный факт что я мечтала стать официанткой на и не мечтала у меня была такая вот идея фикс мне казалось что я буду ходить по ресторану и всем не будут вот так деньги кидать типа ночевые я буду очень богатенькой но слава богу в один момент я передумала и присмотрела взгляды на эту всю всю суматоху и слава богу меня отпустила подведу к чему почему же я поблагодарил своих родителей потому что если вы еще живете с родителями и вас очень много финансов высвобождается и в то в свободное время которое вы потратили на работе вы можете потратить на любимое дело которое в дальнейшем может приносить доход с чего же я зарабатываю это youtube instagram бизнес нл и обучение людей это наверное самые главные мои направления также одним из направлений я бы сейчас хотела очень писать свой курс по монтажу видео чтобы он приносил мне пассивный доход потому что обучать людей в группах это не то я бы хотела именно курс давать чтобы люди по всему миру могли обучаться монтажу если кстати вам интересно было бы узнать какие-то моменты то напишите в комментариях чтобы вы хотели узнать как я монтирую купили бы вы этот курс если бы я его преподавала важно каждое ваше слово каждый отклик по этому жду буду читать и отвечать вам если конкретно говорить о ютюбе то доход здесь не стабильный почему не стабильный потому что в один месяц у вас может быть три рекламодателя то есть как это происходит вам пишут на почту рекламодатель оставляет заявку говорит допустим мне интересует реклама не знаю сайта знакомств допустим обычно они говорят что их интересует интеграция или эксклюзив интеграция это примерно 40 секунд или минута и вашей рекламы на видео интеграции она не подразумевает отдельного видео на эту тему реклама только одного продукта или одного какого-то сайта но это частично упоминание она дешевле стоит у каждого естественно это разная цена но я знаю что цена варьируется от 5000 рублей начиная до 5 8 10 но в зависимости от блогера если говорить об эксклюзиве эксклюзив это отдельный ролик снятый чисто под рекламу но главное чтобы он не был ну прям таким прямым то есть это как нативная реклама вы можете снять ролик на тему мое утро и там в нем рекламировать нрд но я не знаю на все что угодно это начиная от 15 тысяч рублей 20 тысяч рублей такой ролик но вы должны понимать что не знаю как вам большая цена это кажется или маленькая очень много времени уходит на монтаж на продумывание идеи вообще даже вот поставить вот сейчас такой фон сесть настроиться накраситься прописать какой-то частично план я так чтобы все тихо было все было хорошо идеально это минимум часа два-три нужно потратить на это поэтому это не такой же простой труд а поэтому я не могу вам назвать точную цену которую я зарабатываю с ютюба но я могу сказать вам так допустим если мне может прийти в месяц три заказа на эксклюзив или на интеграцию ну наверное я скажу вам так в среднем это тысяч 20 25 30 ну а иногда может прийти эксклюзивно там на 60 тысяч рублей то есть я не могу точно вам цену назвать фриланс он и подразумевает то что в какой-то месяц вы вообще можете быть без дохода в какой-то вы можете супер там 100 200 300 тысяч заработать да и потом уже думать как дальше развиваться чтобы писали более крупные компании или самим писать то есть много вариантов плюс конечно капает пассивный доход именно с ютьюба то есть реклама которые появляются вас перед роликами это небольшая сумма это вам скажу вообще маленькие деньги но радует только то что это в принципе то сумма которая будет постоянно капать можно сказать что это постоянный пассивный доход который не исчезнет потому что но он стабильный там небольшая сумма даже если честно не хочу о ней говорить очень маленький по поводу инстаграма там у меня доход порой бывает больше чем у на ютюбе но все зависит как раз таки тоже от рекламы от рекламодателей когда кто написал иногда доход может в инстаграме мне быть 50 тысяч рублей в месяц иногда может быть 30 иногда может быть 20 иногда 10 то есть но не не могу этого точно назвать я могу все силы взять и посвятить ютьюбу и тогда у меня активность на youtube повышается и там рекламодатели больше значит там соответственно доход больше а могу на инстаграм и потом там больше но скажу так что допустим stories у меня стоит 1300 рублей но было тысячи сейчас просто хочу повышать цену это три-четыре stories о вас там реклама потом пост у меня от 5000 рублей если это крупные рекламные компании иногда 12 тысяч рублей иногда ну то есть зависимости тоже от простоты написания поста от идеи порой не хватает человека который хорошо разбирается в ютюбе то есть наверное минус фриланс заключается в том что все время ты не можешь делегировать какие-то вещи определенные потому что ты сам себе хозяин поэтому плюс но делегировать рекламу кому-то тоже как-то не хочется потому что друг будет обманывать да или вдруг он человек этот некомпетентный в области рекламы к вам может прийти допустим рекламодатели сказать вот я хочу чтобы вы стали нашим лицом бренда сколько вы за это будете брать денег допустим да за выездом минск или в киев вы можете сказать сумму ошибиться сделать ее больше чем надо то есть рекламодатель не понравится и вы потеряли рекламодателя а можете меньше сказать то есть занижить свою цену и в итоге согласиться и потратить очень много времени на то что не так оплачивается как бы вы хотели фишка заключается в том что везде можно заработать если прикладывать к этому больше усилий или больше времени или больше знаний стать более компетентным в этой области в нл все элементарно все очень просто люди усложняют то есть у меня с нл доход в месяц 20 тысяч 30 тысяч может быть меньше может быть больше ну то есть вот в этом диапазоне и в зависимости от того допустим сколько вот вы сделали действий на протяжении двух-трех месяцев будет зависеть холост будет пассивный доход опять же кто не знаю что такое пассивный доход пассивный доход это деньги которые у вас можно сказать работают на вас они приходят и они не зависит от того работаете вы или нет в нл это реально вы можете какой-то определенный срок много-много-много действий делать которые впоследствии вам будут приносить деньги уже не из ничего можно сказать или все просто потому что вы получается кушайте продукты вы от него кайфуете если он вам нравится вы просто его рекомендуете меняете один магазин на другой допустим спар перекресток викторию или какие вас магазина на нл-стор магазин начинаете пользоваться продукции оттуда кушать кайфовать там не только еда там еще и косметика уходовые средства как мужские так и женские чаи кофе да много всего то же самое что вы пользуетесь чем вы пользуетесь в магазине обычно с того что во-первых вы кушаете вам начисляются баллы вы за это получаете деньги плюс если вы рекомендуете продукцию вы за это получаете деньги а если вы еще и разбираетесь бизнесе это не так просто вы не ходите никому там я не хожу никому домой и не предлагаю наш дед я строю бизнес то есть я предлагаю человеку бизнес я показываю что это выгодно ты получается не сильно себя как-то ограничивая просто начинаешь двигаться в этом направлении допустим что я делаю я провожу встречи я могу позвонить человеку сказать смотри у меня есть предложение к тебе хочешь зарабатывать деньги также как и я то есть пошаговая система ты по не можешь выйти на доход такой-то такое-то какой-то интересует человек мы допустим говорит ну у меня сейчас работа я не знаю смогу ли я найти время игру дополнительный заработок это тоже будет полезно для тебя то есть в нель чем плюс ты можешь там зарабатывать как дополнительный заработок деньги там 10 тысяч рублей дополнительно 15, а можешь выйти на доход 100 тысяч рублей, если ты захочешь, и сделаешь это основной деятельностью. Я просто знаю, что мне нужно сделать, мне нужно просто больше усилий туда посвятить, чем на YouTube и Instagram, и там у меня будет тогда лишь сотка в месяц. Я думаю, что на тему NL я тоже сниму отдельное видео, потому что, ну, тут хочется как-то более глубоко рассказать им на фрилансе. Так вот, NL это такой же фриланс, по всему миру можно работать, проводить встречи. Я вообще встречи редко провожу, я обычно звонки делаю и так подписываю людей. Если вам интересна также тема видео NL, напишите об этом в комментариях. Если вы хотите попробовать продукцию NL International, вы также можете написать мне, допустим, в WhatsApp. Вы можете перейти по ссылке в магазин, там купить в любом городе. Почти во всех городах России есть офисы и магазины NL, где вы можете купить. Вам всего лишь нужно сказать мой номер ID и покупать на него. Или можете зарегистрироваться как клиент, и вам будут еще бонусы с покупок капать. Если вы захотите именно как команду свою развивать, то желательно, чтобы вам было 18 лет. Хотя бизнес можно строить от 14 лет, но мне легче работать с людьми, которые уже имеют какой-то опыт. Ну и то, что я обучаю людей не часто. Ну, допустим, когда-то я обучаю монтажу, когда-то могу Инстаграму обучить. И за это я могу индивидуально взять какую-то оплату. Первое, что вы должны осознать, это то, что вам придется либо долго-долго-долго себя искать. Параллельно с, естественно, работой, да. Если у вас сейчас такие трудные моменты, вам нужна какая-то денежка, да, вы работаете. Но параллельно ищите себя. Может быть, вам понравится именно писать песни. Может быть, вы захотите рисовать картины. Это тоже, также можно легко перевести на фриланс. Есть много очень сайтов, где люди выставляют свои работы, да. Они говорят, что вот я фрилансер, да, я рисую картины на заказ, если хотите, могу вам нарисовать. Ну, допустим, или там пишу песни, или... Мы можете даже решать контрольные по каким-то темам. Возможностей очень много. И монетизировать их в нашем современном мире, ну, просто проще простого. Не верю тем высказываниям, когда люди говорят, ну, я перепробовал все, я не знаю, что мне зажигает, или еще что-то. Значит, вы еще не нашли то, что вы хотите. Потому что я уверена, что у каждого человека есть какое-то дело, которым он любит заниматься, из-за которого он может получать какие-то деньги. Второе, что вы должны понимать, у вас должны быть работы. То есть, когда я начинала, как я вам уже сказала, у меня было много портфолио в плане... Я просто снимала видео, и они были без рекламы. Или я просто делала фото, и они были без рекламы. То есть, я делала какие-то действия, чтобы человек, который хотел у меня купить рекламу, допустим, на YouTube или на Instagram, он видел пример. Если говорить о Беннелле, то там вообще даже задумываться не надо. У вас есть наставник, то есть, допустим, я, если вы у меня будете в команде, человек, который уже добился какого-то уровня. И вот вы, допустим, да, мне выгодно вам помочь и сделать так, чтобы вы были даже выше, чем я. То есть, ни в каком другом бизнесе нет таких возможностей, чтобы начальник, да, он хотел сделать лучше своим подчиненным. Потому что если подчиненные будут знать больше, чем он, то, естественно, они его свергнут с должности, допустим, в бизнесе, да, откроют такую же кофейню или лучше. Им не выгодно этим делиться. Мне же выгодно рассказать вам, как делать встречи, как проводить звонки, как я это все делаю, как дойти до того уровня, на котором я нахожусь. Потому что если вы будете зарабатывать в этом бизнесе, то и я буду, соответственно, больше зарабатывать. Если вы будете зарабатывать больше, чем я, то и я буду больше зарабатывать. То есть, выигрывают оба человека. Что меня зажигает в НЛ, да, меня просто зажигает общение с людьми, то есть я это делаю, потому что мне это нравится, я понимаю, что я помогаю людям, я помогаю людям стать финансово независимыми, я помогаю людям в питании, они худеют, они начинают правильно питаться, заниматься спортом, они находят свое окружение, потому что НЛ это в первую очередь люди не просто какие-то там шизики, да, это люди, которые реально ставят цели, добиваются их, они хотят от жизни большего, они хотят путешествовать, кайфовать, вот. Вот, поэтому я уверена, что НЛ меняет мир так же, как и наше сообщество IQ+. Также под постом в инстаграме мне задавали вопрос, а как изменило сообщество IQ+, мою жизнь, да, я бы хотела это со стороны финансов рассказать вам. Я вообще по-другому смотрю теперь на деньги, на людей и понимаю, что очень важно именно иметь пассивный доход, пассивный доход и откладывать деньги, но это уже отдельная тема, наверное, в моем видео очень много. Рассуждение на тему пассивного дохода, но сейчас для меня это такая, знаете, острая тема, потому что хочется все-таки еще больше уверенности, то есть, что, допустим, если я два месяца буду жить на Бали, я куда-нибудь улечу, у меня будет доход. Если говорить о блогерстве, вам не нужно чего-то сверхъестественного, да? Вам нужен только телефон, ну, как бы, да даже не обязательно суперкачество, вам нужна какая-то идея. С видео то же самое. С NL, смотрите, если вы хотите начать бизнес, да, то, конечно, вам нужны какие-то финансы, и чтобы в NL тоже развиваться, вам нужно все равно иметь какие-то деньги, потому что любой бизнес начинает с какой-то суммы. В NL бизнес может зайти с 8000 рублей, ну, как сказать, зайти, типа это вложение, люди говорят. Нет, ребят, вы просто на 8000 рублей покупаете продукцию, то же самое, что и купили бы в магазине. Любой бизнес строится на деньгах, и если у вас нет возможности, у вас вообще нет денег, то тогда идите работать в найм, заработайте денег и идите в бизнес. Поработайте официантом, поработайте тем, 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 заработайте и идите в NL, или идите, заработайте на телефон и идите в блогерство, то есть нет какой-то волшебной палочки. Если нужно идти работать в найм, я пойду. Я не понимаю людей, которые работают в найм, которые, первое, не получают кайф от своей работы, второе, просто бесцельно ходят на работу. Я лишь уважаю людей, которые работают в найм, которым нравится то, чем они занимаются, которые понимают, что это их призвание, допустим, ну, им просто нравится их работа. Или же они работают сейчас для того, чтобы заработать деньги и сделать что-то большее Или перейти на какую-то должность другую, или вложиться в бизнес, или эти деньги потратить на что-то еще То есть с целью, а бесцельный найм я его вообще не понимаю Но если нужно, то и я пойду, я не отрицаю найм Вот, если мне нужны будут деньги прям очень срочно Если вам нужны деньги, доработайте вы, поработайте, накопите, отложите главное, не тратьте их И потом уже вкладывайте их куда-то Да, я учусь, я сейчас на третьем курсе, заканчиваю третий курс Я в шоке, я уже почти на четвертом курсе Я заканчиваю третий курс мировой экономики, европейской бизнес-школи в Калининграде Два первых курса я училась на очной форме обучения Потому что, в принципе, не было мысли поступать на заочную форму обучения Но на середине второго курса я поняла, что мне достаточно Я не получаю уже то, что я хочу Первый курс, да, я получила много знаний Я действительно окунулась в эту студенческую жизнь И я была безумно благодарна всему, что было в это время Потому что и английский потянуло, и немецкий Ну, просто было кайфово Потому что все-таки я считаю, что не нужно прям только на заочку идти Первый курс, второй можно поучиться на очке Это интересный опыт Если у вас возможности пропустить универ нет, то не расстраивайтесь Первый, второй курс можно поучиться, это интересно Но на середине второго курса я поняла, что все, мне пора уходить Я даже думала вообще просто уйти с университета Но долго думала, я, наверное, несколько месяцев со всеми совещала Сама думала, думала, потому что думаю Блин, зачем мне на заочке учиться? Мне все равно это образование не понадобится Но осталась я Потому что я разговаривала с людьми, которые учились на заочке И мне сказали, что это очень легко Я подумала, блин, ну, два года училась Жалко как-то бросать уже И решила вот третий курс уже перейти на заочку Поэтому у меня в дипломе будет написано, что я на заочной форме обучения училась Ну, как бы мне вообще все равно Но первые два курса я проучилась на очке И это было довольно неплохо Если вы сейчас посмотрели мое видео, да И вы на таком пути, вы не знаете, вот куда вам пойти Первый вариант Если у вас сейчас нормально все с финансами То попробуйте себе в разные сферы Попробуйте порисовать, попеть Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют Возможно, вы от них возьмете какие-то крутые привычки Какие-то навыки Вы будете подражать им и тем самым найдете себя Если вам срочно нужны финансы То поработайте в найм Но параллельно, когда вы работаете в найме Думайте о тех направлениях, в которых вы можете в дальнейшем развиваться Потому что найм — это не конечная инстанция Может быть, сетевой бизнес, в котором я развиваюсь Ну, он открывает большие возможности Может быть, вложится какой-то бизнес другой, да Просто там открыть какую-то кофейню Открыть какой-то, может быть, интернет-магазин Но я вам скажу, что это такая морока Люди, которые открывают магазины Или которые думают о таких вот вещах глобальных Вы не представляете, сколько вам придется думать О аренде помещения, о сотрудниках О том, что они могут что-нибудь украсть Или там даже если интернет-магазин То это сейчас их очень много Может быть, у вас не получится И обычно я замечаю, что бизнесмены, да Они начинают с каких-то мелких проектов Но все равно они как бы закрываются И они идут, 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 идут Да, они находят себя Но вам придется очень большой путь пройти Поэтому, в принципе, меня и привлекает Интересно, что там не нужно Не платить за аренду помещения Не платить за грузоперевозки То есть есть весь бизнес-план Вам не нужно изучать ничего То есть вам, по сути, говорят Вот, делай вот так, и у тебя будет успех Все Мне кажется, что я очень много затронула тем На видео И надеюсь, что вам это видео было полезно Я буду рада ответить еще на какие-то ваши вопросы Раскрыть какой-то конкретный вопрос в одном видео Или, может быть, о ПНЛе снять Или именно чисто о блогерстве Или о Инстаграме, не знаю Но тем для размышлений, для разговоров очень много Сейчас я хочу начать писать свой курс Пока все никак не могу дойти до него И хочу начать рекламировать свой профиль Потому что в Инстаграме Потому что я его никогда не рекламировала ни у кого Хочется протестировать платформу И понять, будет ли это у меня работать Потому что у меня все подписчики, они мои Да, там есть накрученные Я этого не скрываю Там около 7-10 тысяч подписчиков Когда я только начинала Но я не покупала блоком типа 10 тысяч подписчиков Я подписывалась там на каких-то арабов Ну, много вот таких приложений использовала Сейчас это не нужно делать Но суть в том, что у меня был живой прирост Представляете? Я ни разу не рекламировалась А что будет, если буду рекламироваться? В общем, все, ребят Я очень рада, что я сняла это видео Надеюсь, что оно получилось очень полезным и интересным Всех люблю, всех целую Пока